Здравствуйте! Космос! Это было самое вожделенное, самое загадочное место во Вселенной, куда стремились наши умы, просвещенных землян в течение целых десятилетий. Мы были уверены, что планеты обитаемы, что там живут инопланетяне. Ну, марсиане точно есть! Об этом нечего и говорить. Ну, может быть, нас не надо так потише. Марсиане – это на самом деле не люди, а какие-то, может быть, мелкие животные, какие-то мелкие растения. Была даже наука такая, астроботаника, астрономическая ботаника. Не астрологическая, сейчас есть такой термин астроботаника, это астрологическая ботаника. Она самая натуральная. Дело в том, что её создателем, ну, основателем, был наш российский астроном Тихов. Он заметил, что меняется цвет поверхности Марса с изменением времён года. И он решил, что это связано с изменением покрова растительного. Изменение времён года. Значит, есть растительность. Придумывали, какая там растительность есть. Ну, горячие умы придумали и марсиан. Это так художник изобразил героев «Войны миров» Герберта Уэллса, марсиане, которые посягнули на нашу Землю, хотели её захватить. Вот они, коварные марсиане. Между прочим, мы все были как очарованы, как околдованы от очарования, как колдовство. Околдованы идеей астронома итальянского Скиапарелли. Он разглядел на поверхности Марса свой телескоп, а в то время принято было зарисовывать, тогда ещё фотографическая техника так хорошо не развелась, как сейчас, зарисовывать поверхность Марса, разглядел на ней какие-то каналы, какие-то чёрточки, составлялись карты марсианских каналов. Просто сейчас это невозможно поверить. Сейчас, когда Марс стал близок нам, мы его видим, так сказать, почти вблизи, вот фотография Марса, очень хорошая. Есть на ней какие-нибудь каналы? Я не вижу их. А вот раньше разглядывали, вот видите, вот как казалось, какой-то пятнистой разноцветной поверхность Марса, почти как политическая карта мира, да? Какие-то линии, чёрточки. Вот ещё одна карта марсианских каналов. И это был просто шок, я помню, вот для нас, для читателей всяких научно-популярных журналов, когда к Марсу приблизился земной зонд, он должен был фотографировать, делать подробную фотокарту поверхности Марса. Мы ждали результатов, и вдруг бац, как ушат холодной воды. Там, где должны были быть каналы на Марсе, нет никаких каналов. Представляете, какой ужас, как мы были все разочарованы. Нет каналов, и всё тут. Потом, правда, нашли каньоны, вот он, марсианский каньон, там когда-то, говорят, была вода, она размыла поверхность Марса. А так, мёртвая поверхность, да? Ничего подобного. Вот что-то текло вот тут на этой картинке, тоже что-то текло, что-то текло протекало. Но в целом, безжизненно, никакой тебе травки, камушки, 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 никаких растений. Точно уж той жизни, которую ждал там увидеть Тихов или Герберт Уэллс, там не было и нет. Досадно. Но вот, разумеется, какой интересный эффект. Вот эти вот каналы марсианские, ведь ими увлекались не уфологи, знаете, вот такие люди, которые зелёных человечков изучают, а настоящие учёные, казалось, что они там есть. Видите, какое вот очарование, самовнушение. Это огромного значения психологический эффект. Вот на этой вот безжизненной планете увидеть каналы и поверить в это. Поверить в себя не могу. Всего доброго вам, до свидания. Всех благ.